Добрый вечер, дорогие телезрители! Среда, 19.45, вы включаете свои телевизионные совершенно разного калибра приемники, попадаете в эфир национального телевидения, где идет полным ходом, в скором времени уже полным ходом, программа «Народный контроль», которая посвящена всем аспектам контроля за качеством предоставляемых населению и товаров и услуг. И сегодня, поскольку осень, это время считать айфоны, мы бы хотели поговорить не конкретно, не прямо об айфонах, но о методах приобретения айфонов. Я хотел бы для начала представить гостей нашей сегодняшней студии, председатель целого общественного совета при управлении Роспотребнадзора по республике Саха и Якутия, Туяра Гаврилева, моя давняя хорошая знакомая, доктор экономических наук. Руководитель общественной организации Республики Саха и Якутия, Союз защиты потребителей ЭГИДа, Александр Ариносов, человек, у которого есть очень любопытные кисы, в части, еще раз говорю, защиты прав потребителей. И нашу общественность представляет, конечно же, Николай Борисов, журналист ЕСИА, ведущий, один из образователей Якутского Саха информационного агентства. И человек легенда, человек, который руководит сам, своей сетью собственных магазинов, по понятным причинам, те предприниматели, которые заняты, вовлечены в ту торговлю, о которой мы сегодня будем говорить, они по разным причинам отказались от участия. Равно как и отказались от участия тоже. Я понимаю, что супер заняты у нас управление и Федеральной антимонопольной службы, и Роспотребнадзоры по республике. Но, видимо, в такую ситуацию, какую мы хотели сегодня рассмотреть, потребитель остается один на один с собственными хотелками, собственными могилками, собственными вообще проблемами. Мы подготовили видео, которое для начала я бы хотел, чтобы наши режиссеры включили. Мы начинаем программу «Народный контроль». Броссорочку, да? Аксессуары добавлены, да? Нет. Даже полный? Пока нет. У нас есть оригинальные подпаковки. Пока не надо. Только телефонно. И добавляют в защиту покупки. Есть только на аккорд. Аксессуары добавляют в защиту покупки. Я объяснял. Аксессуары. Сколько, говорите? Ну, что, 4,799. Это в год, да? Ну, она действует один год. Годовая защита покупки. А без него рассрочка не дается, да? Может быть, с наличными срамами. Если без него. Это примерно по 6,380, ну, по 6,480 в месяц ежемесячный платеж будет. Нет, а к цене аппарата... Добавляется, так, 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 ну, примерно 11 тысяч. И это может считать рассрочкой? Да. А если кредит, это 35% годовых. То есть, там переплата, получается, идет 18 тысяч. А рассрочка от магазина или от тех же кредитов? Нет, от магазина. От магазина? Да. То есть, не нужно идти вот такой банк или так далее? Нет, там, получается, вы сейчас идете, допустим, оформляетесь. Вашу анкету, ну, вот, вы заполняете анкету. У сотрудника магазина или у сотрудника банка? Да, у сотрудника магазина, это наши кредитные специалисты. Вы заполняете, получается, анкету, записываете, и они отправляют в 12 разных банков вашу анкету. И какой, допустим, банк подтвердит, одобрит, вернее, вам решение, и вы уже соглашаетесь, либо там, Home, Alpha. А тот процент, который, допустим, в кредите идет, магазин за счет своей вот этой услуги, защита Альфа-страхования перекрывает. Ну, то есть, тем самым сказать, что вот это вот Альфа-страхование перекрывает процент, ну, магазин закрывает этот процент. В ходе подготовки нашей программы мы очень любопытны, скажем так, моменты. Ведь как? Человек, обремененный ипотекой, отец семейства, у него сын десятиклассник, который начинает ему проедать плеш. То есть, папа, у меня в классе у всех уже восьмые айфоны, один я как лох хожу, непонятно с чем. Давай мы купим мне тоже айфон 8. Папа идет, конечно, опять же, он адекватно оценивает то, что у него ипотека, то, что у него есть определенный семейный бюджет. Он обычный служащий, не предприниматель, очень топовый. И, придя в магазин, он покупается на волшебную фразу. Рассрочка без переплат. Опять же, если мы обращаемся к Далю, да, Николай, к Далю, рассрочка, вот с Александром мы посмотрели вообще, что такое рассрочка. Это кредитное отношение, когда сумма долго выплачивается несколькими частями. Там не говорится о процентах. То есть, рассрочка вообще везде, и по толковому словарю русского языка, и так далее, это когда цена замораживается на определенный период, на 10 месяцев, к примеру. И тот айфон, который, ну, возьмем для ровного числа 50 тысяч, делится на 10 частей, и ты платишь по 5 тысяч. Вот это рассрочка, да. До недавнего совершенно времени можно было воспользоваться абсолютно такой, даже выиграть немного. То есть, оформляешь вроде бы в рассрочку, да, там заложены проценты от банка и так далее, и так далее. Но, погасив досрочно, это мое право как потребителя, да, кредит, мы получаем выгоду в размере 7-8%. Это был максимум, который мог претендовать потребитель, покупатель. Опять же, розничные наши сети просекают этот момент и защищаются на волне, скажем так, вот этих хитовых продаж от вот этой напасти. Да, когда масса приходит и начинает уже, как бы, ситуация, когда меняется охотник и фазан, да. Не охотник начинает гоняться за фазаном, а фазан начинает гоняться за охотником. Согласись, обидно, когда приходит, оформляет массовые рассрочки, потом гасит досрочно и получает 7-8% выгоды. Очень невыгоды. И экономически это тоже, да. Как-то очень интересно. У Туяры, насколько я знаю, был опыт, когда, ну не в период продажи айфона 8, да, вы же ходили и у вас был опыт общения с персоналом таких розничных магазинов. Давайте начнем с этого. Вы как мать семейства, как экономист, давайте. Ну, я айфоны детям не покупаю, я их покупаю себе, потому что, ну да. Это было где-то примерно 2 года назад, я покупала айфон 6, ну, я вообще не так часто меняю телефоны. И я бы хотела сказать, что да, у меня были какие-то затруднения, я хотела кредит, я хотела телефон в рассрочку, у меня были затруднения с оформлением кредита, но все-таки разговор с директором магазина, который потом переговорила с кредитным инспектором, когда я тогда оформлял все-таки этот договор кредитный инспектор, который находился в магазине, одного из нескольких банков, то мне, собственно говоря, оформили, да, айфон в рассрочку, я плачу в рассрочку. В действительную рассрочку, да? В действительную рассрочку, да. Да, заморозили вот эти вот 50 тысяч, наверное, количество месяцев. Ну, это было дороже, чем 50 тысяч, конечно, потом телефоны подешевели, но я знала, на что шла, да, я покупала, потому что мне хотелось новый телефон, ну, прямо сейчас. Прямо сейчас? Да, да, я думаю, дешевле, но, тем не менее, я плачу в рассрочку, да, регулярно. Ну, как экономист, рассрочка – это нормальный вид, скажем, платежа за определенный продукт или услугу, Да, конечно, конечно, безусловно. Которую можете позволить. Безусловно. Я вправе рассчитывать на какую-то либо кредит, либо рассрочку совершенно. Другое дело, вот наше предложение такое, еще раз говорю, вот на основе этого сюжета, когда представители торговых сетей говорят массово, безусловие страхования продукта, который составит... А, внимание, вот вы видели, да? Переплата составит 11 тысяч рублей. При стоимости... Айфон – это единица условная. Это может быть пылесос, это может быть матрас, это может быть что угодно, телевизор, холодильник. Еще раз говорю, я только что купил в ипотеку квартиру, я только что сделал ремонт на 500 тысяч. У меня нет лишних 60 тысяч на холодильник. И когда мне предлагают рассрочку, я иду, но меня заставляют страховать. Ну, я считаю, что вот крупные федеральные сети, они немного как раз изменили свою политику. И если еще два года назад можно было спокойно взять рассрочку и что-то купить в рассрочку, даже, или полтора года назад. То есть я, например, в той же федеральной сети покупала телевизор дорогой. И тоже была рассрочка, все было очень хорошо. Сейчас они поменяют немного свою тактику, то есть они вкладывают дополнительно, предлагают страховки. Такие страховки являются практически обязательными. Или вот я тоже сегодня интересовалась той же федеральной сети, в которой я покупала свой предыдущий телефон. Ну, мне, конечно, тоже нравятся новые телефоны, я интересуюсь вообще тоже, да, этой проблемой, этой задачей. И там можно купить или страховку, или можно купить какой-то пакет услуг, который, собственно говоря, любой юзер может сделать самостоятельно. Но они предлагают его за 6 900. Да. Да, вот это уловочка, да? Но это дешевле, чем страховка. Это дешевле, чем страховка, вы считаете, да? Ну, да, это в два раза почти дешевле, чем страховка. Но единственное, что страховка, конечно, позволяет вам поменять, например, или отремонтировать телефон в рамках данного договора. Это хорошо. В рамках данного договора? Да. Интересно. То есть у нас гарантийное обслуживание происходит фактически только со страховкой, да? Ну, это же бред какой-то, ребята. Нет, нет, нет. Не должно быть такого. Гарантийное обслуживание, это и есть гарантийное обслуживание. А страховка, защита покупки, это понимание розничных наших сетей, это совершенно другое. Это когда ты бабахаешь дорогущий телефон обвода или утопил, да? И так далее. Ты приходишь и говоришь, что произошел такое-то ЧП, форс-мажор, возместите мне стоимость товара. Это вот эта вот страховка, защита от покупки. На самом деле это может быть и выгодно. На самом деле, да? На самом деле она выгодна, если ее правильно применять. Но тут опять же надо всегда смотреть условия вот этой вашей страховки. То есть что является будет страховым случаем. То есть если вы обратитесь, допустим, там может быть написано, если вы уронили телефон, то это будет страховым случаем. Но если вы уронили его в воду, он может быть не страховым случаем. Поэтому здесь нужно быть внимательным и смотреть, что вы страхуете и от каких случаев страхуете. Ну так речь идет не о внимательности или невнимательности. Речь идет о том, что приходится застраховывать фактически по-любому. Ну то есть могут подсунуть под видом страховки вообще, если котик поцарапал, да? Ну такие вот случаи. А если там, если на телефон упал метеорит, то есть процентная вероятность на этот случай, он крайне мало будет. Тут закон говорит о том, что от страховки человек может отказаться. Ну по идее. По идее, по закону он может отказаться от этой страховки. Страховку навязывать нельзя по закону. Ну то же самое, это же везде и все происходит. Единственное то, что идет у банков, о том, что если вы отказываетесь от страховки, идет больше процентов. Потому что тут получается банк страхуется на всякий случай о том, что если что-то с вами случится, то тогда ему вернется эта сумма. Ну это же речь о кредите, а не на разстрочке. Это речь о кредите, да. А страховку, защиту покупки предлагают не банковские структуры. В данном случае предложил менеджер торговой сети. Но он является банковским агентом. Вот тут внимание, опять же, Александр, очень многое кроется, много дьявольщины кроется в деталях на самом деле, да? Приходя, к примеру, давайте возьмем бренд «Красный теремок». Или там «Белое яичко». Поняли, да? Есть глобальный бренд «Белое яичко», которое, а, владеет дочерней компанией, которая является крупным ритейлером. Скажем так, русская забавная компания. И есть определенная, опять же, дочерняя структура, которая называется «Яичко банка». Приходя в салон вот этого «Белого яичко», я обращаюсь к сотруднику розничной сети, который автоматически является сотрудником вот этого банковского учреждения, что ли. Он мне предлагает защиту от покупки и отправляет мою заявку в банк на рассрочку, где сотрудник уже банка говорит, о-о-о, хорошо, а вы не хотите еще и кредит застраховать? Это получается, нас, Александр, Туяра, мягко говоря, в этой компании обманывают дважды? Ну, почему обманывают, Дмитрий? Они хотят заработать, все хотят заработать. И все эти дополнительные услуги, вот вы попробуйте в какие-то федеральные сети зайти, купить какой-то прибор, холодильник, стиральную машину, наушники. Вам продавец предложит гарантию на год или на три за дополнительную, плюс еще какие-то аксессуары предложит. И так сумма может нормально так накрутиться. Я думаю, в данном варианте это то же самое. Какие-то услуги, но они, может быть, и не заставляют, но как-то включают в этот счет. Почему нет? Есть множество примеров, когда... Ну, они могут в своей рекламе, они могут немножко кривить душой, как вот недавно вскрылся обман, как бы с занижением цен этих сетевых средств связи, не буду называть, у них там смартфон стоит, и он по заниженной цене. То же самое можно наблюдать и у автомобильных дилеров, которые автомобили предлагают по такой цене, в салонах таких цен нет, сразу говорю. И поэтому тут как бы есть нарушения, и они выявляются. Просто интересный еще один момент есть, да, вот, например, но нет у тебя денег платить вот эту вот страховку, да, ну, оплачивать страховку, ну, нет у тебя, и все, да? И все. Ну, тебе же ее не дадут, то есть рассрочка. То есть твои хотелки не... Не учитываются. Не сбудутся, конечно. Не реализуются. То же самое, когда берешь ипотеку, ты обязан фактически застраховать свою жизнь. Застраховаться обязательно? Ну, вот тут, да, тут и у нас идет о кредите. Тут, в принципе, оправданно. Ну, если человек говорит, что это рассрочка, это должна быть рассрочка. Вот. Устами моего коллеги Николая Борисова говорит истинно. Когда мы говорим о рассрочке, и опять же, это вроде бы кредитные отношения, да? Ну, рассрочка – это продукт, который предлагает ритейлер, или под эту рассрочку предлагаются продукты банка. И у клиента, то есть у потребителя есть выбор – оплатить полностью или воспользоваться рассрочкой. Поэтому он будет этой услугой пользоваться. То есть рассрочка, она облегчает покупку того или иного предмета, допустим, будь телефон, грубо сказать, холодильник, да? У вас есть выбор – буду я пользоваться рассрочкой или я не буду. Фактически, получается, продавец облегчает вам условия покупки, жизнь. А остальное, получается, на потребителе, выбор за потребителем остается. Дмитрий, Дмитрий, а сейчас есть магазины, которые прямо сами организуют рассрочку без банков? Их, наверное… Честно говоря, я сам давно ни разу не брал, не связывался с этими потребительскими такими-то такого рода схемами. А давайте взглянем со стороны, обратная сторона вот этих потребительских кредитов. Ваш сотрудник, к примеру, указал у вас контактное лицо при получении потребительского кредита и… Я бы это оставил на потом, потому что вся эта суета с коллекторами – это как бы такая отдельная, такая особняком стоит тема. Вообще, я согласился на эту… Ну, вы так резко ушли на другую тему. Я согласился на эту передачу, потому что хочу людей предостеречь вообще от всех этих кредитных вариантов. Я вот сегодня провел мини-опрос среди знакомых. На что вы берете кредит? Вообще, вот последние пять лет, на что вы брали кредит и куда вы на его потратили? И к моему удовлетворению большинство моих знакомых ответило, что они потратили на ипотеку, на строительство, на ремонт, ну, все, что связано с жильем. То есть там какой-то мизерный процент был, и то, наверное, там немножко элемент все бы был. Они говорили, что тратили на какие-то вещи, там, шубы, телефоны, там, машины, может быть, такие вот вещи несерьезные. Поэтому я бы хотел предостеречь граждан от всякого этого общения с банками этими, потому что это может быть аукнуться. Я когда-то по молодости лет по глупости, я заходил в банк и просил кредит. Ну, ходил прямо по банкам, вот так, и везде свои анкеты оставлял, как дурак. А они потом, эта анкета, какой-то нерадивый сотрудник взял и оформил кредит. И слава богу, что он не указал там мое имя. Просто там он указал мой телефон. И потом меня коллектора доставали целых три года. Они мне просто мозг вынесли. Я менял телефон, мне какой-то откуда-то его доставали, и опять звонили. И был ужас, кошмар просто. На самом деле, да, регулирование деятельности коллекторов – это отдельная тема совершенно. Еще раз, Николай, он сказал, ведь рассрочка – это не кредит. И он отчасти прав. Отчасти. Потому что, когда мы говорим рассрочка, мы все помним времена товарного кредита. Когда, приходя, допустим, в компанию «Бонус», знающий поймут, да, мы приобретали телевизор, оформляли непосредственно с торговой компанией некий договор платежей, и, возможно, незаконно как-то, да, накручивали проценты какие-то определенные за вот эту вот рассрочку, и пользовались. Это было нормально. Это было вроде как нормально. А сейчас, когда вот Николай сказал, ну это же рассрочка, это не кредит. Когда подразумевается, когда в рекламе говорится, рассрочка без переплат. Когда открытым текстом «Уфас» не принимает написанное на официальных сайтах наших ритейлеров предложение «Рассрочка на 12 месяцев 0% переплат». И через три клика, вот как мы увидели, да, через три клика мы попадаем на реальные условия вот этих банков. Извиняюсь, 49% годовых. 49,9% годовых. Это рассрочка без переплат. Я вот предлагаю. На самом деле лучший выход. Это как банки обязали, да, полная стоимость кредита составляет такую-то, такую-то. Ну, пишут же в кредитных договорах. Берете там 100 тысяч? 100 тысяч. Это же обман наста. Полная, да, полная стоимость кредита 140 тысяч, если выплачивать в течение года. И еще раз к обсуждению чисто человеческих, таких этических, моральных и прочих сторон, мы вернемся сразу после рекламной паузы, которая, конечно же, конечно же, обязательно во время такой замечательной передачи, как «Народный контроль». Реклама прямо сейчас на канале НВК Саха. Возьми рассрочка. Мы продолжаем программу «Народный контроль», когда мы с моими коллегами пытались приобрести в рассрочку iPhone 8. Ну, это образно, конечно, да. Можно было приобрести, начиная от электрического чайника, заканчивая там автомобилем. И везде были бы одинаковые условия. Но именно в случаях с новейшими достижениями коммуникационной техники наши ритейлеры начинают действовать очень ретиво, добавляя те или иные услуги, от которых, как говорит один из наших гостей, руководитель общественной организации «Союз защиты прав потребителей» Александр. Ариносов говорит, можно отказаться. Но мы все на видео видели, когда сотрудники магазинов прямым текстом говорили, без условия страхования или защиты покупки вам не будет выдан товар в рассрочку. Мы не забываем это. Только что на WhatsApp написал наш коллега, который со мной на съемках был, и говорит, не надо опускать этот момент. Вот именно представители торговых сетей сказали, вам будет отказано выдача товара в рассрочку при условии отсутствия страховки. Вот это вот как? Возникает несколько вопросов на самом деле. Да. К нашим уважаемым надзорным органам. В первую очередь, к Роспотребнадзору, который по какой-то неизвестной причине у нас работает всегда по заявлению. Это фактически закрывание глаза на очевидные проблемы. А СРЛ, предприниматель тоже сталкивался с законом о рекламе. Может, расскажешь ты сам? Ну, может быть, это немножко не по теме. Уфас завел административное дело на наш магазин, потому что мы, видите ли, рекламировали одежду для медиков, для студентов, используя образ медиков. А на что мы должны были белый халат? На манекены. На ослов, что ли? На манекен. Ну, вот получается, Уфас у нас обращает внимание на такие вещи, да? Да. Он не обращает внимания на наглый обман очень большой части населения. Шрифтик невидимый, но я так подозреваю, он идет по тому принципу. Если газета моя, и я пишу про мою компанию, да, то есть сайт мы расставим как газету, и я пишу на сайте про свой товар и про свои услуги, то это не является рекламой. Я сам не могу себе платить за рекламный материал. Логика, видимо, такая. Представители Управления Федеральной Антимонопольной Службы сказали, написанное на сайте не является рекламой. Только что увидели, на сайте было написано, да? Предложение является частично откровенным, в смысле 0% переплат, и через три клика мы попадаем на настоящее условие вот этого кредита. Кредита. Еще раз. Мое предложение такое. Пусть из нашего Якутска прозвучит предложение не применять вот это вот выражение. Рассрочка без переплат, которая, я не знаю, она не... Запрет на слово. Слово-то не запретишь тоже. Ну как, это же термин. Запретили несколько слов. Термин. Нет, ну, Александр предложил, на самом деле, очень хорошее... Тут надо... Отзвучи, пожалуйста, вот то, что вы вчера мне сказали. Про Роспотребнадзор, да, они являются контрольными органами, которые ограничены 294-м федеральным законом, то есть проведение проверок, которые все регулируют. Поэтому просто так они выйти к предпринимателю и проверить не могут. Поэтому необходимо обращение потребителя. С этим как раз нет проблем, потому что я знаю, что у таких органов есть люди, которые по указке могут написать любое заявление, и по этому заявлению они могут работать. Нет проблем. Если бы они захотели. Если есть какое-то нарушение, они сделают так, чтобы этого нарушения не было. Ну, прошу бы сейчас говорить. Поэтому и важен общественный контроль, чтобы вот если видят о том, что имеется нарушение, своевременно обратили на это внимание контрольных органов. Потому что даже контрольный орган, будучи, занимаясь своей надзорной деятельностью, не всегда хватает у них времени охватить все. Коллега, есть интересный момент. Я думаю, что НВК Саха является средством массовой информации. Да, да. Все-таки. И если прозвучит обращение к органам надзорным, они вправе распринимать это обращение как фактически прямое, не написанное на бумаге. Групповое причем, да? Да, есть такой закон на СМИ. Давайте поднимем в руки, кто за, чтобы была проведена проверка деятельности данных организаций и вообще по этому зашел. Я за. Я лично за. Но я понимаю, что вы являетесь... Я представляю все-таки, ну, я представляю, честно говоря, Роспотребнадзора. Вот что бы я хотела сказать, да? В самом деле, действительно, Роспотребнадзор работает по заявлениям. Необходимо безусловно какое-то заявление письменное, да? Которое, да, чтобы можно было, во-первых, проверить вот эту ситуацию. Во-вторых, конечно, безусловно, я считаю, что использование в рекламе или в средствах массовой информации слово «расручка», когда вы реально продаете что-то в кредит с хорошей кредитной ставкой, это, конечно, уловка. И, безусловно, я думаю, что предложение ваше, Дмитрия, о том, что не использовать это слово, как-то поднять обсуждение этого вопроса, это очень важно и своевременно. Ну и, с другой стороны, вот как потребитель, я бы хотела сказать, что все равно мы... Который часто пользуется кредитным продуктом. Я не поддерживаю Сарелла, я считаю, что кредиты, в том числе товарные кредиты, это нормальный двигатель торговли, и это очень важно для ритейла. Да, конечно, конечно, человек сам творится в его счастье. Просто не все люди информированы, и необходимо просто действительно в три клика уметь-то ходить. Может быть, и ваша программа, Дмитрий, сегодня даст достаточно много информации для поддержки. Мы с Александром обнаружили, что финграмотность населения – это дело рук самого населения. Ну а почему нет? Никто не обязан, скажем так, доводить до него. Для этого есть ваша программа, есть общественные советы, есть также общественные организации, которые помогают людям повышать грамотность. Также есть сейчас достаточно много тут же Google. Если человек адекватно рассчитывает свои силы, он все измеряет, свои возможности, то, пожалуйста, ради бога, пусть вешает себе хомут на свою шею и живет непосредственно. Ради бога. И все риски, и все эти неприятности, это никуда не денется. Еще раз, просто Александр вчера, он что-то, третья попытка предложить ему озвучить. На ценнике написать, цена сковородки 100 тысяч, при покупке в рассрочку цена 120 тысяч. Ну почему нет? Почему нет-то? Или в рассрочку идти в кредит, давайте назовем вот это, как угодно. Чтобы действительно стоимость вот этой переплаты была очевидна. Покупатель придет, а я же буду переплачивать 20 тысяч, а не так, как на сайте 0%, да? Вот тут всякие уловки начинаются. Оформляя кредит на нашем сайте или в онлайн-магазине, вы действительно уберегаетесь от всякой страховки и так далее. Ну тут надо, наверное, совершенствовать законодательство рекламе, чтобы, допустим, вот если поставил звездочку, то рассрочка, она должна подразумевать именно рассрочку, а не звездочку, за которой спрятаны вот эти проценты и основные условия рассрочки, так скажем, которые на самом деле являются кредитом. Если законодательство пойдет на этом направлении, тогда, в принципе, ну вот эта реклама сразу идет. В таких отношениях всегда есть неочевидные какие-то платежи. Некоторые люди думают, что они имеют карту Тинькова, и если они не пользуются картой, то и денег никаких не уходит. Или когда они платят вовремя, гасят этот свой потраченный кредит, то тоже никаких. Есть много, куча всяких неочевидных платежей. Там страховка, заведение счета. Все равно, все равно вы заплатите свои кровные, никуда не денешься, товарищи. Но есть такие, да, моменты. Даже некоторые банки стали переходить на неочевидные платежи, например, при транзакции внутри собственных операций. И за каждую часть они тоже возьмут деньги. Мне тоже, вот не нравится, да, например, у меня тут же товарный кредит за телефон. Там очень небольшая сумма, в самом деле, но совершенно небольшая. Я для того, чтобы просто, например, не тратить свое время, я бы хотела заплатить, например, погасить этот кредит раньше срока. Но на сайте кредитная организация, на которой я могу это сделать, они берут комиссию, разделили то ли 3, то ли 5 процентов просто за оплату на сайте. Ну, то есть, там вообще очень небольшая сумма. Ну, что хотели-то. И что сделала, да, ну, я просто достроила график платежей, который снимает с моей карты и совершенно бесплатно, без комиссии. Есть, на самом деле, реальные виды какой-то рассрочечной продукции. Но, опять же, дьявол кроется в деталях. Карта совести. Киви, по-моему, выпустила, да? То есть, можно платить почти везде, скажем так, это как бы разновидность кредитной карты с определенной фиксированной, скажем так, сроком, очень длинным грезь периода. Есть такая, да? Совесть карта, вроде бы. Но платежи принимаются только в терминалах Киви с комиссией. То есть, вот эти, опять, проценты, они спрятаны уже в комиссии за каждое гашение, скажем так, да? Или, вроде бы, замечательный продукт от еще одного маленького банка, да, который предлагает чуть ли не во всех ритейских организациях. Тоже карта рассрочки. Первые шесть месяцев эта карта, вроде бы, бесплатная. А потом, извиняюсь за обслуживание карты, взымается определенная сумма, которая, опять же, гасит издержки банка на вот эту, вроде бы, беспроцентную рассрочечку. Мы подняли такую тематику, которую вряд ли можно откусить за одну передачу, да? Потому что это называется, как бы, капитализм, понимаешь? Я не собираюсь вообще объять необъятное. Можно через шесть месяцев закрыть эту карту и на следующий день открыть новую. Ну, в самом деле, да. Ну, уловок, на самом деле, много. Еще раз говорю, в мае месяце я вот взял в рассрочку, ну, комплект товаров необходимый для летней эксплуатации автомобиля. Взял в рассрочку, на следующий буквально день, дня через два, я погасил эту рассрочку и получил выгоду в размере, там, 4-5 тысяч рублей от суммы 60 тысяч рублей. То есть, чуть ли не 10 процентов. Ну, меньше 10 процентов. Но, опять же, вот, просто заметьте, зайдите в Евросеть, вы увидите в рекламной продукции хотя бы одно слово рассрочка. Нет. Слово рассрочка вы увидите, напечатанное на листках А4, рассрочка 0 процентов. Любой момент они могут эти листочки посодрать. Ну, и можно и зафиксировать их. Можно зафиксировать. То же самое, зайдите в ТРК Тоймада, где вот россыпи вот этих магазинов, которые торгуют бытовой электроникой. Слово рассрочки вы уже нигде не увидите, еще раз говорю. Но, тем не менее, когда менеджер торговой организации предлагает, а вы купите в рассрочку, без переплаты. Ну, это вопрос опять к надзорным органам. Почему они это? Кого-то могут шлепнуть на штраф, а кого-то могут игнорировать, закрывать глаза. Потому что он такой большой, потому что он федерал на всю страну, что ли? Тут еще один аспект. Все эти федеральные торговые сети выводят средства из республики. Они платят налоги где угодно, только не в Якутске. А попробуй приди к ним, ну, скажем так, и просто чисто административно. У нас проводятся игры Мончара, окажи им помощь, поставь призы. Они скажут, а мы не можем. Зарплату-то платят они местным заработникам. Зарплату, да, платят. Зарплату, трудоустройство. Я вполне понимаю, что они социальное явление. Они помогают сделать нашу жизнь лучше. Конечно. На самом деле. Мы захотели новый ковер, пошли купили. Мы захотели новый холодильник, пошли купили. Но сделайте так, чтобы правила вот этой продажи. Они говорят, у вас есть выбор всегда. Прийти и рассчитаться наличным. Мне вот не нравится в крупных ритейлерских сетях, Дмитрий, знаете что? То, что у них цена на сайте одна, а в Якутске цена другая. Потому что они говорят, что мы очень много денег тратим на доставку. То есть, ну, реально, я с этим сталкиваюсь, например, просто. Да, при покупке крупной техники. Цены разные. А вот насчет того, что выводят деньги, не выводят. Ну, Дмитрий, это бизнес. Вы хотите сделать, как с электричеством, да, распределить по всей стране? Он у нас сейчас работает. Нет, ну, тем не менее, все равно, если большие сети, большие ритейлеры, у них все равно нормальный оборот. У них хорошие контракты с теми же грузовыми компаниями. Ну, в конце концов. Можно же? У нас не так много. Давай глобально порассмотрим. Туяра, учитывая тенденцию к снижению ключевой ставки, да? Да. У них же рисков минимум, на самом деле. Ну, в смысле, по этим. Минимум. Ну, риски прогнозируемые, да. Меньше не бывало, скажем так. Больше бывало. Риски прогнозируемые. Тут банки сами предложат новый пакет услуг, фактически. Игентичные фактически тут же предложат. Да, да, либо снизят, либо это, потому что им все равно зарабатывать надо. Кредит — это их продукт, который так же, как они являются коммерческим предприятием, который предлагает кредит. Поэтому они между собой конкурируют. Поэтому вот эта конкуренция и делает то, что они начнут предлагать какие-то новые продукты, то есть новые кредиты, где будет поменьше процентов. То есть вот эти вот как раз федеральные сети, если даже вспомнить сотовую связь, то есть если в 2008 году она стоила столько-то, а уезжаешь… Там же была одна компания, да? Да, да. И уезжаешь там на материк в Россию, и там у тебя копейки ты платишь. А сюда приезжаешь, две минуты поговорил, у тебя полный счета нет. Ну, а когда пришли уже федеральные сети, у нас связь сразу выровнялась. Так же и по интернету. Сколько мы платили за интернет раньше, и сколько сейчас, допустим, платим? Нет, но… То есть это же конкуренция, которая уравнивает фактически цены. Так надо быть и даже в условиях конкуренции, я думаю, просто человечным. И как говорили, ростовщики были, есть и будут, да? Но в данном случае не очевидно, что и вот эти торговые сети выступают в качестве ростовщиков. Ну, еще раз говорю, собранные нами факты говорят немножко о другом. Когда сотрудники еще раз навязывают вот эту страховку, Александр говорит, от этой страховки вполне можно отказаться, хотя вы слышали сами, да? Невозможно. Ну, если не получается, ну что ж, тогда нужно жать, когда цена на товар упадет? Или когда изменится предложение? Либо надо обращаться в суд, обращать надзорные органы на вот эту проблему, чтобы надзорные органы своевременно рекламировали, и они меняли свои. Тут даже, может быть, сам менеджер, который предлагает ту или иную тот продукт, допустим, в рассрочку, он даже не знает законодательства фактически банковской деятельности, о том, что там вот эти проценты не должны быть. Ему сказали, как делать, он делает. Ну так ответственность-то на нем, я же понимаю. Ответственность на работодателя. Он получает бонус в размере тысяч рублей за каждую впаренную страховку, защиту покупки. Вы говорите, что ответственность на работодателя, но вся как бы практика показывает, что всегда ответственность. То есть работодатель дает ему инструкцию, как действовать и как продавать. Да, это по идее, это в теории так. Но всегда все случаи, которые мы писали у нас на ИСИА, да, всегда крайне уходит продавец. Так что продавцам стоит задуматься о том, что они толкают, и почитать немножко. Сарел посмотрел на тебя, почесал, сделай-ка я крайними своих сотрудниками. Шучу, конечно. Почему? Всегда отвечает владелец, владелец бизнеса, даже юрлицу. Потому что если покупателю что-то не нравится, он же воспринимает это от юрлица, а не от продавца. Штрафовать-то будут не этого продавца же, а субъекта. Штрафовать будут обоих желательно. На самом деле я вижу проблему еще в том, что надо воспитывать каждый сам себя. Не хоти больше, чем ты можешь себе позволить. Да, это главный лейтмотив нашей программы сегодняшней. Живи посредством, да. Что я сказал с самого начала. Извиняюсь, драть того рубенка, который говорит, непременно купи мне восьмой айфон и так далее. Извиняюсь, директор магазина крупной торговой сети, вот ты можешь себе позволить премиальный продукт. Живите посредством, я хочу сказать. Просто грохнуть кулаком об стол. У меня есть родственники, которые попали на такие кредиты, что не дай бог, как они оттуда будут выкручиваться, это вообще не могу себе представить. Потому что с утра до вечера рекламируют кредиты, с утра до вечера смс приходит. Бабушка, дедушка. Придите, заберите, вот 400 тысяч на возьми. Вся социальная группа основная, которая идет на кредиты, это социально неблагополучные и незащищенные граждане. Надо людям объяснять, что это все-таки зло. По большому счету это зло. Ну как, банк продает деньги, дорого продает, зачем их покупать? Накопи, купи, живи посредством. Спокойно зато, без коллекторов, без этих истерик всех этих. Без обращения во всякие очень тупо реагирующие. А нерадивых торговцев, которые используют в рекламе какие-то запрещенные ниже пояса, которые приемы используют, их надо наказывать просто и все. И не делить на мелких там, каких-то местных и каких-то крупных пришлых. Торговец, он и есть торговец. Все равны по закону. То есть надо просто гражданам разъяснить, если вы считаете о том, что там вот эта реклама не соответствует законодательству, нужно обратиться в какой-то контрольный орган, который может применить и ленинные санкции к нерадивому продукцу. А кто-то таки принимает Роспотребнадзор или УФАС? УФАС, наверное. По части рекламы УФАС нужно на этом смотреть разграничения. В какой случае все-таки это Роспотребнадзор, либо в каком-то случае это может применить. У вас запросто может это решить. Если в случае неправоименных действий с применением рекламы пострадают права потребителя, то это, конечно, Роспотребнадзор обязан соблюсти. Давайте у нас говорят, что время заканчивается. Вы говорили 38 минут, как это много. Время у нас заканчивается. Мы сегодня говорили о том, как прожить без напряга. Как рассчитывать свою жизнь. О том, как узнавать предложение, которое на самом деле является финансовой, возможно, ловушкой для вашего семейного бюджета. И еще раз, если вы что-то замечаете такое, которое, как вам кажется, не соответствует действительности, жалуйтесь, везде жалуйтесь. Есть куча надзорных органов. Давайте мы сделаем их жизнь слегка сложной. Своими обращениями, своими жалобами, своими поступками, наконец. И увидимся ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok